...регламент внутренний. То есть куча вопросов, не состоявшихся пока еще отраслевой специфики. Я бы с этого хотел начать. Очень коротко скажу, что мы имеем на сейчас. У нас 35 по нашим оценкам. Опять, что отнести к IT, это вообще отдельный, креативный вопрос. Мы, например, парковки, все парковочные пространства, фотовидеофиксации относим к этой категории. Вот если их относить к классическим проектам КЧП, к консессиям, соглашениям КЧП, относится на сегодняшний момент, по нашим оценкам, запрещено 35 проектов. Там 25,8 миллиардов в апреле. Здесь мы, конечно же, не учитываем федеральную часть, которая касается маркировки, потому что сумма была бы тогда в разы больше, в 100 раз больше, чем указано на слайде, но штук один этот проект в 100 раз больше, чем весь рынок этих проектов в стране остальных. Важно то, о чем я начал, что в основном проекты, которые сегодня реализуются в количественном выражении, это все-таки проекты, если убрать фото-видеофиксацию, убрать такие старого периода проекты, большая часть – это проекты, в которых государство рассчитывает в лице оператора получить выручку. Я, кстати, хочу привести интересный пример. Мы с кем-то из коллег, я даже забыл из групповых операторов, обсуждали, что действительно сейчас тенденция идет к тому, что конкурс, например, внедрение информационных систем на транспорте, платежных систем, конкурс, если они идут по 44-го, набирая себе этих операторов, которые такие информационные системы разрабатывают, что чаще всего, не то что от нуля, а в минус иногда цена котировки уходит, то есть бизнес готов платить за свою эксклюзивную роль в держателе какой-то информационной системе, которой пользуется большое количество человек. Вопрос только в том, насколько большое количество человек пользуется, и дадут ли ему право на этот трафик и зарабатывать. И тренд, повторюсь, он к этому, и, наверное, надо уметь его не то, что с ним сопротивляются и говорить, что нет, давайте делать проект сплата за доступность, рассрочку бюджетного платежа. Надо просто суметь вот этот правильный посыл государства на более эффективную монетизацию потока. Государство монетизирует трафик не умеет, человек бизнес умеет, но давайте привлечем бизнес, который его трансформирует в правильную и качественную информационную систему. По перспективным направлениям, много раз уже на разных площадках говорили, мне кажется, не до раскрыта, и мы прям по запросу на это видим, тема с госуправлением и лесами, которые направлены на анализ имущества. У нас были в Киевск-Красногорске, было несколько в Ашкирии, по системам, которые контролируют корректность использования земельных участков, нарушения требований закона и сбор штрафов. Вот эта недооцененная история, которая почему-то не нашла такого широкого подменения в других регионах, хотя сами регионы говорят, что такая история нужна. Мне кажется, интересная история с информационной безопасностью, не очень понятно, как ее упаковать в КЧП. Социалка уже пошла большим шагаемым спасибо коллегам из «Мой спорт» в Минкру, которые показывают, как это можно делать. В странах, может, и нет такого же здравия. Но, наверное, по одному из факторов, который я перечислил, жестких требований федеральной нормативки, приказов, но, по-моему, нет. Живой здравоохранения по системам маршрутизации пациентов. Хотя, мне кажется, было бы неплохо их получить. Но, наверное, на этом слайде дальше остановиться было бы не буду. Примеры. Мы все бегаем и рассказываем про цифровое приборье. На самом деле это единственное, пока комплексное решение, потому что там есть разные информационные системы. В сессию коллеги рассказывают о себе. Надеюсь, что они в ближайшее время покажут уже развернутую полумолчую систему. Вот увидел фиксацию, как родоначальник этой темы вообще. Странно, что мы имеем по парковкам всего, по сути, три города, в которых система проработает по концессии. Поворотность, Нижненополь и Симферополь. Сразу скажу, что во всех трех городах проект столкнулся с проблемами. В том числе и Поворотность. Недавно была новость, связанная с его исполнением. Слава Богу, к нерасторжению ведет. Но все же достаточно показательная история, что тоже развивается итерацией. Ну, все остальные, я думаю, мы уже проговорили. Образование, мой спорт и системал Красногорский. Тоже об этом переносимся, рассказываем уже. Ничего нового пока не появилось, к сожалению, не юг. Вот завершая, наверное, я бы сказал, повернулся к другим большим проблемам, к трем большим тестам проблемам, которые я вижу. Это воронка. Надо понять, откуда вообще и как должна появиться идея сделать КЧП в этой сфере. Ну и как-то у нас сложился пазл, как должно быть в классической инфраструктуре. Там как бы первый шаг за государством. Она должна сказать, я хочу примерно так. Инвестор должен прийти либо с частной инициативой, либо на конкурс в отношении конкретного объекта. Как это здесь должно сложиться, почему-то до сих пор логика не сформировалась. Второе важный вопрос, я не сказал, скажу. Государство боится бюджетного плеча не только потому, что денег нет, но еще потому, что непонятно, как его оценить. Вот госэкспертиза решает эту проблему в классической инфраструктуре. Почему это стоит 100 рублей войти, никто от этих не может. Нужен какой-то доказательный механизм обоснования размера. РФРИД это будет делать. Минцифра, кто-то из подведок. Кто-то должен иметь возможность оценить и дать объективную или независимую оценку стоимости затрат на разработку структурную систему. Ну и, наверное, последнее. Это как раз способ монетизации. В первую очередь надо делать ставку на систему, которая сами могут монетизировать и давать право участникам тогда разные инструменты монетизации использовать. Обезвлеченные, там, таргетированные способы достатки информации и коммерции. Мне кажется, что если мы эти три пазла сможем сложить, то у нас проектов станет гораздо больше. Спасибо. Максим. Вопрос. После этой точки зрения, как повлияли изменения, большие изменения, которые были внесены в этом году, в 2015-2014, в первом году, на реализацию файта файсии, в том числе структурируемые финансовые части концидентов и ограничение цифровой направленности платы концидентов? Ну, пока, по моим оценкам, никак. Ну, то есть этот рынок, которого не так много кейсов появляется в моменте, по-моему, после этого, вот я не знаю, коллеги, по-моему, не меняли условия типового соглашения, только, может быть, терминологически, в связи с принятием комплексных поправок. Механизм принансирования там изменился, он там изначально был с платой с потребителей, да, с коммунизацией потока. Поэтому, наверное, пока никак. Будет ли усложиваться, не знаю, пока что-то я не задумался. Ну, я тогда со свидетельствами скажу, что в связи с ограничением самодоправности платы концидента, как раз стоит вопрос реализации возможности, иногда, за текущих условий, проектов, связанных с обращением забравности налогов, с контролем газовой политики, там, где денежный поток поступает в бюджет. Потому что ранее, ну, в ходе видеофиксации по другим проектам была возможность плату концидента толкалась таким образом, чтобы, ну, по сути дела, выплачиваясь вознаграждения, не распределяя охоты между концидентом и концидентом, сейчас это невозможно. Ну, лишь согласен, абсолютно не подумал об этом. Действительно, у нас здесь еще с вами есть освещение. Если в освещении хотя бы можно придумать маленькую толику коммерческой услуги, да, там, рекламу, точки Wi-Fi, то вот, да, наверное, со сбором налогов как раз в Красногорске есть. Там же источник возврата единственный. Ну, можно попробовать начать фотоматериалы и снимки продавать в коммерцию, но это такая искусственно выдуманная история. Все снимки делаются исключительно для целей сбора штрафа. Да, наверное, ты прав, это как бы еще четвертый пунктик к тому, что надо как-то с этим осмыслить на рынку. Пожить какое-то время и понять, как быть. Да, еще ждем в итоге к вам обликновение скорости сознания объекта ИТ, которое мы планируем, что федерального оборудования справедливости должен работать. Хорошо, Максим, спасибо. Есть ли вопросы на качество? Да, продолжаем. Следующий выступающий. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, Максим сейчас очень обширно рассказал про проблематику и специфику